Повесть «Кортик» Рыбаков Анатолий Наумович, часть 5, 7 группа Б, глава 54, тётя Броша. На уроке математики не оказалось мела. Преподавательница Александра Сергеевна строго посмотрела на Мишу. «Староста, почему нет мела?» «Разве нет?» Миша вскочил со своего места и, сделанным изумлением, округлил глаза. «Перед самым уроком был?» «Значит, он убежал», – насмешливо сказала Александра Сергеевна. «Верни его обратно». Миша вышел из класса, побежал в раздевалку за мелом и увидел, что тётя Броша, гардеробщица, плачет. «Ты что, тётя Броша?» – спросил Миша, заглядывая ей в глаза. «Ты почему плачешь? Кто тебя обидел?» Никто точно не знал, почему гардеробщицу звали тётей Брошей. Может быть, это было её имя. Может быть, из-за большой жёлтой броши, приколотой к полосатой кофте у самого подбородка. А возможно, и потому, что она сама походила на Брошку. Маленькая толстенькая старушка. Она всегда сидела у раздевалки, вязала чулок и казалась комочком, приютившимся на дне глубокого колодца из металлической сетки, который был обид лестничный проём. Она будто бы умела заговаривать ячмени. И действительно, посмотрит на глаз, пошепчет что-то. Ячмени проходят иногда на другой день, иногда через неделю. И вот теперь тётя Броша сидела у раздевалки и плакала. «Скажи, кто тебя обидел?» – допытывался Миша. Тётя Броша вытерла платком глаза. «Тридцать лет прослужила, слова худого не слышала, а теперь дурой старой называть стали». «Кто? Кто?» «Бог с ним!» – тётя Броша махнула рукой. «При чём тут Бог?» – рассердился Миша. «Никто не имеет права оскорблять. Кто тебя обругал?» «Юра обругал. Вот кто!» «Опоздал, а мне не велено пускать. Иди, говорю, к директору». «А он мне старая дура. А ведь хороших родителей. И маменька его здесь училась, когда в гимназии была». «Только Мишенька...» – испуганно забормотала она. «Никому, деточка, не рассказывай!» Миша схватил мел и, прыгая через три ступеньки, помчался в класс. У доски маялся Филя Китов. По прозвищу Кит. Александра Сергеевна зловеще молчала. Кит при доказательстве равенства углов в ронобедренном треугольнике помножил квадрат гипотенузы на сумму квадратов катетов и уставился на доску. Озадаченный результат. Кит остался в седьмом классе на второй год. И, наверное, останется на третий. На уроках он всегда дремлет или вырезает ножиком на парте. А на переменках клянчит у ребят завтраки. Клянчит не потому, что голоден, а потому, что великий обжор. «Дальше?» – Александра Сергеевна произнесла это тоном, говорящим, что дальше ничего хорошего не будет. Кит умоляюще посмотрел на класс. «На доску смотри!» – сказала Александра Сергеевна. Кит снова повернулся к классу своей толстой беспомощной спиной и недоуменным хохолком на белобрысой макушке. Александра Сергеевна прохаживалась между партами, зорко поглядывая на класс. Маленькая, худенькая, с высокой прической и длинным напудренным носом. Она все замечала и не прощала никакой мелочи. Когда она отворачивалась, Зина Круглова быстро поднимала руку с растопыренными пальцами, показывая всему классу, сколько минут осталось до звонка. Зина – единственная в классе, обладательница часов, сидела на первой парте. Миша с возмущением посмотрел на Юру. Задавала несчастный. Ходит с открытыми коленками. Хочет показать, какой он закаленный. Воображает себя Печориным. Так и написал в анкете. Хочу быть похожим на Печорина. Сейчас, после урока, я тебе покажу Печорина. Миша вырвал из блокнота листочек бумаги и, прикрывая его ладонью, написал «Юра обругал брошу дурой. Броша плачет. Нужно обсудить». В это время он смотрел на доску, и буквы разъехались в кривь и в кость. Он придвинул записку Славе. Слава прочел и в знак согласия кинул головой. Миша сложил листок. Надписал «Шуре Огурееву и Генке Петрову». И перебросил на соседнюю парту. Шурка Большой прочел, подумал и написал «Лучше устроить показательный суд. Согласен быть прокурором». Потом свернул и перекинул записку к сестрам Некрасовым. Но Александра Сергеевна, почувствовав сзади себя движение, быстро обернулась. Все сидели тихо. Только Зина Круглова едва успела опустить руку с растопыренными пальцами. «Круглова к доске!» Сказала Александра Сергеевна. Кит побрел на место. От сестер Некрасовых записка через Лелю Подволодскую добралась до Генки. Он прочитал ее и написал внизу. «Отлупить как следует, чтобы помнил». Тем же путем записка вернулась к Мише. Он прочитал Шурин и Генкин ответы и показал Славе. Слава отрицательно мотнул головой. Миша придвинул записку к себе и начал на ней что-то писать. Как вдруг Слава толкнул его под партой ногой. Миша не обратил внимания. Слава толкнул его опять, но было поздно. Александра Сергеевна протягивала руку к записке. «Что ты пишешь?» Миша смял записку в кулаке и молча встал. «Покажи, что у тебя в руке». Миша молчал и, не отрываясь, смотрел на прибитые к стенам планки для диаграмм. «Я тебя спрашиваю». Совсем тихо сказала Александра Сергеевна. «Что ты писал на уроке?» Она заметила лежавшую под тетрадями книгу и взяла ее. «Это что еще такое?» Она громко прочла. «Руководство к истории, описанию и изображению ручного оружия с древнейших времен до начала девятнадцатого века». «Посторонние книги читаешь во время урока?» «Она просто лежала, я ее не читал». Попробовал оправдаться Миша. «А записку ты тоже не писал. Постыдись, староста, пионер, член учкома. Эту книгу ты получишь у директора. А пока оставь класс». Ни на кого не глядя, Миша вышел.